здравствуйте здравствуйте сильно нас 26 июня 2015 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной студии дар баба джанин у нас прямой эфир мы вещаем из саратова вот вопрос мне тут гаврилов андрей задал кто вышел с вами на связь твиттере ким члены а вам к обезьянка рептилоиды или например 1 посту петр если фейсбук то слишком банально значит разводят вас забавно не понял о чем речь ладно ну и я сказал что информацию кинули которую мало кто знает вернее знает по пальцам можно пересчитать сколько людей поэтому я даже не сомневаюсь что это фейсбук а вы что у нас спец пароль и отзыв у нас прежний не все могут в завтрашний день смотреть да они все волшебцы вторшний день смотрит так давай отчетом вот может быть многие наверно обратили внимание у нас дизайн изменился надо как всегда как как раз в два года надо обои переклеивать даме тоже совсем будет некрасиво вот спасибо софи вольную ильнуру который собственно и сделает новый дизайн и редизайн вот совершенно безвоздь бездну то есть дадам вячеслав чиновники могут отрабатывать ущерб стране и за решеткой главное правильно их труд организовать пишет нам олег из приморья за решетка очень дорого труд организовывать все знают что рабский труд это самый неблагодарный труд да в мире поэтому недаром живешь висарион че со всей братвой придумали лагеря именно лагеря как вариант извлечения прибыли мне кажется не продуктивная какая-то нет ну по крайней мере сами себя будут корону в этом смысле да от галины пришла материальная помощь и кусок эсэмэски которую мы собственно шифровать не смогли потому смысл потерялся я говорю ну если вы можете в одной эсэмэску смысл сложить а то бывает вот куски какие-то приходит и непонятно почему михаил из сибири пишет достоевский сон смешного человека вот как бы напоминает и основа там ложь основа злодеяния ну и помнишь ну да конечно вот но мы как раз говорили там это самое по сути дела он как бы им ложь изобрел до этому будущему ну вот мы говорим что тайна основа злодеяний а ложь она но это и есть ложь ну в какой-то в форме ну тут же очень сложно различать если человек на сцене лицедействует он что жжет по сути дела до или сказку рассказывает или анекдот это что же ложь мы же не можем от всей уже избавиться ну в общем спасибо всем кто прислал и вопросы кто не прислал вопросы на прислал помощь мы все время забываем их поблагодарить и еще раз софи вольну ильнору благодарны за то что вот помог с нам с дизайном спасибо еще раз так сейчас а ну давай тогда не будем больше никаких вопросов наверно начнем с новости что евгений максимович примаков умер ему был 85 лет вот сейчас многие всякие вопросы задают чтобы было если вот так леса дака были да у меня тоже всегда два вопроса вот всегда два вопроса относительно примакова я очень уважаю его двух дней как быть не может и два вопроса у меня первый вопрос вот что был бы если он не отказался от встречи с ельциным помнишь тогда и у меня это как бы я не присутствовал при этом но был в этом тоже задействие у меня представляешь должна была быть встреча с примаковым вот в эти же дни он отказывается от встречи с ельциным я лечу примакову то ли вот сразу же после этого то ли перед этим я сейчас уже даже числа ты не помню кстати могу вспомнить если так под напрячься и удивительная вещь у меня аудиенция на 10 утра я так успеваю в общем приземлиться в шереметьево самолет должен был приземлиться он залетает из саратова и у него гаснет двигатель один он подлетает к москве самолет с толпой народу и принимает решение не сажать шереметьево потому что если там черт случится будет очень большой кипиш как в том анекдоте когда нужно было первый лист паспорта засовывать себе в задницу по причине того когда прошлый раз навернулся самолет на в нашей авиакомпании такая была неразбериха так и здесь в общем собственно и сажать быкову боковой страшный ветер и вот он раскачивает крыльями вот так я вижу то в один иллюминатор а в третьем ряду сижу землю то в другой я понимаю что я бы не съел и все я думаю кирдык и тут мы сели но так как вот улетели четыре часа вместо час двадцать вот там же двигатель один погас плюс значит посадили не знаю где то есть никто за нами не приехал и так далее в общем я не встретил с приваком а тогда у меня было что обсудить очень важный хотел важные слова сказать понимаешь вот у меня два вопроса в жизни что было бы если бы он встретился с ельцином что было бы если б я с ним встретился но я кстати так вот в толпе то ну не один на один встречался в единственный раз когда должна была быть встреча один на один как ты думаешь если бы ельцин сделал ставку на примакову чтобы его ну я выгодно как на преемника что ну да да рано или поздно то же самое было потому что делал не в примакове а дело вот в этом механизме преемничество лишь фактически диктаторский приемчик да конечно безусловно ну чуть подольше продержались ничего мне я думаю ну потому что также примаков должен был преемника выбирать и кого бы он выбрал примаков знаешь кого кого выберет и путин володин только раньше вот и все вот и все я абсолютно правда на личности опирать а я просто говорю ну с точки зрения логики развития если тебя поставили как преемника они как всенародно избранного то тогда ты всегда будешь не доверять всенародно избранным и постараюсь сделать все чтобы их не было правильно тебя же самого поставили привет нет результат был абсолютно тот же самый я думаю вот такого воровства как ныне не было потому что не был в ротенбергов тимченых зубковых ковых это уже это уже путинский как сказать да гаджеты с собой примаков какие другие были спецслужбы с воровством тогда бы у нас везде были спецслужбы там заходишь в магазин а там спецслужбы продают тебе хлеб но я не знаю но каждый же под себя делает да как я не знаю как как бы примаков распорядился на то что ты говоришь володин сто процентов вот здесь я вообще не сомневаюсь еще быстрее да конечно быстрее сразу после второго срока то есть не было никаких медведевых нет я думаю что в масонских цветах я не массу цветах я купил просто просто рубашку я уже говорил hugo boss чтобы плохо сделать госдумовцев но она вот в таких цветах со свастиками не было а до свастиками не было так вот тут апостров пишет что евгений примаков являлся учителем идейный вдохновитель нынешнего режима в россии в общем-то он видишь вторит тебе или ты ему вторишь я вот все-таки сомневаюсь я не говорю что он вдохновить чего я говорю что что то же самое было я не сказал что он вдохновитель конечно он не вдохновитель на скорее наоборот он для меня представить неким тормозом ну который быстро не дал разогнаться так ну нет я уверен что если был примаков россии бы вошла в 21 век какой бы это вход был в это уже другое дело но это не путинский вариант мы такие как пикейные жилеты до чем рассуждаем если бы было бы я думаю что это про него над лучше поговорить все таки он тут сейчас я заголовок прочитал в новостях умер евгений примаков и дальше идет текст евгений примаков доказал и что-то там доказал он чё-то я думаю чем чем он показал тем что умер что то есть надо что-то доказать что умереть да так получается так всегда конечно что доказать что-то надо умереть без этого не получается вот и вот разобраться что же он доказал хотелось бы ну вот как что что вот тебе он что лично дал мировоззрение представление о политике мы говорим вот он такой 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 ну ты что-то от него взял ты знаешь вот я всегда глядя на примакову вот на тот кульбит с ельцином я подумал ну я всегда сторонник лобового пути и он выбрал лобовой путь я вот подумал тогда еще и вот до сих пор думал что может быть не всегда надо в лоб ударять то есть если вот когда ельцина перехитрил и обсуждаем нюансы да да на самом деле предательство совершено было со стороны конечно колонистической партии зюга но потому что это было его президентство это прекрасно понимаешь да конечно и вот когда бы они в девяносто штом году не продали грубо говоря свое собственное дело все было бы вот я говорю мы бы вот не то что вошли в 21 век как польша со своим откатом в том числе и социалистическим просто влетели бы на белом коне ну да есть в этом смысл что если бы они не то чтобы объединились а и было предложение от примаков коммунистам на него не услышали вообще зюганов сам выигрывал у ельцина как вот ну спалил с разлета если в ельцин не вцепился в зубами в эту вещь церемония прощания с примаком пройдет в колонном зале дома союзов на меня очень часто спрашивают как найти путина вот никак искать не надо в понедельник будет в колодном зале дом союзов и не только путин но мне конечно скажут ну к нему уже не подберешься а это уже другой вопрос как в анекдоте про стратега да это уже тактика руководитель штаба владимира путина в девянос девятом году сергей пугачёв заявил что это он предложил кандидатуру путина на пост президента сейчас очень много народу ему предложили встать в очередь до 28 после березовский березовский конечно то березовский предложил то теперь пугачёв ну кстати пугачёв рассматривает это как вот некий так сказать свой плюс я могу ему сказать что он зря вообще это говорит потом мы ему это припомним когда он потом уже возьмем власть он приедет сюда мы его спросим ты чё болтал ты путин предложил ты его подтолкнул ты ему помогал ты же у нее там начальником штаба был мы же знаем об этом и он что думать за это не придется отвечать придется он думает что кровь и смыл что не смыл поэтому у пугачёва есть вариант начать активную борьбу с путиным там за рубежом и таким образом реабилитироваться мы знаем еще березовский писал свое время что путин когда его спросили кем он хочет быть он сказал что хочет быть березовским имея ввиду что хочет быть миллиардером действительно человек который хочет иметь миллиарды не должен быть президентом и он и не альфа он и не может быть президентом вот его все время показывают как и первый единственный но никакой он не первый он не альфа он там где-то второй с конца такой как они грызлов да это зубков все вторые с конца вот это их место второй с конца нужно же понимать а когда второй с конца приходит его ставят искусственно первым получается вся конструкция закручивается как собак который пытается свой хвост покусить но они начинают с конца и людей тянуть вот они тянули все конечно людей с конца тоже с конца это как вот на физкультуре в школе да вот так я все прицел шеренгу такую да вот самые маленькие справа до самые большие слева я когда растут все же хотят чем правее но ты ставим тем ну грубо говоря стоишь правее тем ты круче больше выход да ты красиво сказать вот я представлю что путин там до стоял вот в этой же армии когда в колонне строится самый самый плохой место сзади особенно после какого-нибудь поганого обеда с кислой капустой тех кто сзади они вообще в ужасе находятся на сайте телеканала звезда появилась публикация публикация событиях в и в ереване под названием ереванский майдан кому выгодно повторение украинского коллапса в украине уже коллапс это так рассматривает звезда но их повторить можно то что уже произошло да да конечно так вот их выгнали оттуда с площади этих звездочетов да в общем и вот а витисян какой-то журналист тут написал в твиттере что значит их убрали ну надо отдать должное армянам по крайней мере не побили они в общем смотрят российские каналы видят какую чушь тут плетут и после этого не дать в рыло кому-то ну это надо там незамедлительно дать этим людям медали за отвагу дали там за личное мужество за личное мужество ну как при так видишь вот эту сволочь который каждый день несет чушь по телевизору проходишь мимо не даешь в морду это же удивительное мужество вообще я бы я бы не смог честно я скажу я такую медаль не смог получить майдан уже поселился в голове с арксиан и прочих конечно вещах все он состоялся он теперь уже вынужден с ним договариваться сначала понять что от своей голове так понимаю что там большинство во первых там нет лидеров но может быть это и хорошо во вторых там большинство не понимают что нужно еще кроме вот снижение цен снижение тарифов поэтому появилась идея наказания тех ментов которые беспредельничали это очень правильно кстати идея даже вот просто сброшенный она уже наводит ужас потому что какую команду дал какой-то их начальник теперь кто виноват они или вот этот начальник начальник кондратья им тоже всем страшно но в общем хорошо это правильно да кто мы джерри друг другу бомбу пишут да очень хорошо но вот теперь они шествие устроили неповиновение пошли значит по еревану там граждане которых идут по тротуару это вот держать заметил что это формат ну как сказать вот как был авто майдан это форматы майданов до конец от шествия неповиновения другой формат да это другой формат но тут ситуация какая здесь отдать на должное армянам там вызывает это меньший накал чем в украине как это ни парадоксально вроде горца того должен рубах у них и рвать они противостояние лишь мягкое какое-то водяное фактически так вот они его расширили свои требования требует полицейских наказать и значит сорок сян я так понимаю еще вчера хотел встретиться но так и не определились с кем встретиться ну потому что понятно с кем встречаться каминам не встречается требования выдвигает и все а вот выберите пять человек да пошли вы на нет когда не выберут этих пятерых вот совет армянами ни в коем случае не выбирать далее не выберут да не смогут потому что это все и до тирых выберут либералов мы даже села майдана в том что у него как раз нет лидера вот в чем его сила и он выдвигает требования которые никто не обсуждает это приказ когда уже поймут все правители что требования майдана это приказ и все так расширили до спикер сената польши богдан барусевич прокомментировал заявление кремлевских властей о том что польша станет целью россии случае размещения у себя техники сша новый спикер и естественно он должен чем-то выделиться он сказал буду краток мы давно находимся под прицелом россии и все очень молодец теперь его цитирую собственно вот она и правда чем напугали то вы и так под прицелом и здесь так она всегда была его нет а теперь мы еще и прищурим себя или как палец положим на спусковой крючок швеции наращивает военный потенциал на фоне опасений по поводу военных учений россии ну представь чем бы заниматься 101 тысячи поляков 30 тысячам шведов вот если бы не готовится к войне с россией вот ну 30 тысяч шведов вы просто от безделья бы вспухли а теперь они будут защищать готланд ну те кто был на готланде или проплывал мимо имеете представление хотя бы смотрели фильм жертвоприношения до имеет представление что такое год вам да ну вот он будут защищать я правда не знаю насколько путину нужен этот готланд внешний год он сейчас рассматривается приблизительно так как вот как будто шведский король карл ведет против петра войну то есть вот тот кто обладает готландом он там обладает всей балтии кунтов крепость построена муфли с пеширом обладать обладать из пушек пулять и пулять ну что за бред такой ну что там можно на этом году кусок земли также можно пригнать авианосец поставить будет вот такой кусок тук тук железный только более как сказать роботизированный да ну странно все это вот подход совершенно дикий конечно какой-то знаешь даже не двадцатого века какой-то того туда исходит куда-то в те времена не туда все нато путина туда завести их и пусть они бьются пока последний не останется ангела меркель заявила что обе стороны конфликта на украине нарушает перемирие да ну сказал сказал что сепаратисты делают это чаще хотя раз разница кто чаще кто кто там вот глупость какая кому они виноваты если они оба нарушают перемирие да перед кем они тогда должны отчитываться не ну изначально и говорилось в общем что имеет смысл перемирие только при условии наличие третьей стороны таких ребят у голубых касках которые встанут между и тогда уже через них пулять будет сложнее но пока этого нет но кого можно обвинять том что люди стреляют мы будут продолжать если у них есть оружие и съесть ненависть друг друг конечно и будут стрелять министерстве иностранных дел россии выступила против международного трибунала по делу боинга наговорил товарищ геннадий сейчас а че а че ему не нравится даже вот как как он от мать и геннадий гатилов он сказал эта тема очень чувствительная серьезная поэтому она требует тщательной проработки и доведение до конца расследования ситуации с катастрофой бум малазийского бой ближай какие нежные она чувствительные но этого а у нас можно по пять лет расследование проводить досконально и они же удивились как так можно быстро они наверняка не могли так успеть да они все расследовали я так понимаю больше ничего расследования ну а он имеет ввиду что доклад будет осенью а здесь хотят международный трибунал причем хотят чтобы совет безопасности он определил это ну на самом деле странная совершенно позиция не больше всех кричали что необходимо такое вот открытое точное значит гласное там расследование и вот пожалуйста международный трибунал куда уж более открытое расследование когда все выдергиваются дают показать причем ты перестал я вот ручки мои там и так далее как в том анекдоте да ну более а сейчас они говорят про как про какое-то другое должно расследование закончится особенность международного трибунала что проводится судебное следствие все остальное не имеет значения то есть дают собранные материалы поехали заново там иванов чёт говорю ну-ка иди сюда иванов ну рассказывай что там был что ты видел тогда это уже гласно публично и тут никак не скроешь чему-то нету боятся нет а чё почему потому что они избили не лет спорта нет на чем вот так у являемся к я как будто это самый непонятно почему они должны были сказать это же как это помощь раферти сделай что угодно чтобы эта пленка не появилась хочу на этой пленке я не знаю но сделать что угодно вам не появилась дмитрий песков сообщил что владимир путин разъяснил президента сша в телефонном разговоре что предположение о присутствии российских войск на украине это заблуждение хорошее формулирование песков вообще молодец а мне сразу вспоминается путин там в марте 4 кажется числа до который заявил что нет войск в крыму а потом в фильме про крым заявлял что вот он там отдавал команды и сидел там слушал тогда то есть иными словами он врал но сейчас там правду говорить это да да это набрал нищетово нищетово на так в калининграде состоялся открытие чемпионата по шахматам да вот фотографии открытия чемпионат по шахматам и просто обалдеть какие-то фашисты причем акингера с нашим шахмо форме гитлер какой-то вот и то есть гитлер от был такой плохой ферзь там описывается в общем вся война в художественной и стихотворной форме описывается при помощи шахмат ну вернее по аналогии с шахматами до бредятину просто вообще уже все дошло до какого-то вот я не знаю ну да абсурда это даже это театр абсурда внутри абсурдного мира представляешь вот абсурдный мир а в нем еще есть театр абсурда как у шекспира помнишь король смотрит пьесу в которой разыгрывается но в которой король смотрит пьесу который король на кукольный смотрит пьесу да как его травят в тобольске установили очередной сумасшедший памятник я так понимаю да это вообще жесть конечно вот установили такой памятник а люди нашли исходную фотографию оказался изображен солдат вермахта вот защитником отечества во все времена после того как это все выяснилось и произошел скандал поставили вот такой памятник но здесь какой-то вот бурят так скажем тут тут уж не ошибешься хотя тоже может оказаться что китайский летчик помнишь как на блокадах в на 9 мая ну я я уверен что это люди противодействуют то есть они пытаются все довести до абсурда причем молодые люди потому что мы с тобой бы ну наверное не посмели бы так сделать да ну по определенным каким-то своим мотивам там так далее а молодые люди нет таких верить ну такая жаба да такая а давай засунем и будем прикалываться я думаю что таких гораздо больше чем их открывает это же не все да конечно я думаю что половину мило не видимо в смысле увидели и пошел дальше откуда вот мы знали про этого парня в каске председателем совета директоров оао газпром избран виктор зубков но естественно кто же еще к хуже еще могут избрать я не поставил дедушка видите зубков сколько там 70 лет уже там наверно из него песок уже выспался весь и все равно нужен вот я не понимаю человек ну на мой взгляд не отличающийся особым да даже никаким умом не отличающийся доживший до 70 лет то есть еще став хуже как в том помнишь у островского в на каждом мудреца довольно простоты поведай нам поведай миру как ты умудрился даже до 60 лет но в данном случае до 70 сохранить в полной неприкосновенности ум шестилетнего ребенка ну путин других нет как мы видим да то есть вот у него вот эти которые всегда на всех выборах пока путин не стал не не стал а пока путина как кролика из мешка ельцин нам не вынул и не посадил вернем уж там не ельцин березовский пугачев там кто еще ну целую очередь этих уродов да вот высадили нам здесь этого кролика а эти вот пока его не высадили они в результате выборов занимали всегда привет последнее место вы можете посмотреть результаты выборов которых уст участвовали грызловы зубковы и так далее всегда четко 8 там 10 кандидатов у этих каренделей всегда предпоследнее место как ну как том анекдоте про конкурс мудак на котором ты займешь второе место почему 2 на то что да ну такая не всегда предпоследнее место даже не последние кремль передумал прекращать транзит газа через украину после 2019 года я пошутил вообще забавно они ребята конечно то есть они начали по я как таракан уже мечется по кухне домовен включить и командовали миллеру договариваться ну ты там съездил лёша своим зази там свои да там к своим задним дружкам и договорись с ними чтобы они нас там не очень прессовали так что имеется ввиду там к вашим ребятам нетрадиционных сексуальных ориентаций приедет лёша миллер будет их склонять к тому чтобы они вот сожрите с газом все порешали как положено так что имейте ввиду кому нырнет тот и есть такой товарищ что он и дружкам задним там успел нас насолить я вот думаю думаешь да но они же не могут без западла да условно говоря какой-нибудь западло они им там прокинули парни увели или чё там у них то карается я не знаю чистый отток частного капитала из россии за первые пять месяцев пятнадцатого года составил 54 миллиарда долларов но если взять цифру за прошлый год то они соотносимы то есть ты видишь нисколько не упала деньги ты еще окажется вагон здесь везут везут мы говорили что будут везти до того момента когда начнет падать то есть не то что прекратят везде а они чего будет все везут то есть получается что бюджет работает от бюджета табра отпиливали 80 процентов частными 180 отпиливают ну потому что понимаешь что сидеть не придется по крайней мере не у путина придется сидеть да и все и ртом и и другим местам гранат из инвесторы есть иностранные те которые наворовать денег надо по-быстрому они сговариваются наверняка есть иностранные инвесторы полу официальные банки и прочие фонды до которые пилят ну типа медов которого там посадили навсегда помнишь такие снова завидуешь миллеру да нет незавидную роль и роль у пидораста в этом смысле не знаю сравнить не с чем а вот в этом которым про чубайс вспомнишь и рассказали вот в этом да да расскажи это в эфир не рассказывал но этот как его это не мое это вот паркоменко который суть событий ведет на их и он рассказал как он встречал с чубайс мы тот спрашивал про книжку который про него написано и он спросил как продается паркоменко был издателем говорит хорошо продается ну люди интересуются вы сходите говорит в книжный магазин москва там она выложены там люди все время берут и с ними можно пообщаться он говорит что с ума сошли мне нельзя в магазин быть почему мне нельзя на улицу гость меня разорвут вот так он живет этот человек он на улице не выходит вы понимаете и также миллер не выходит на улицу но так может быть шарфом замотал сделает усы поклеить может это на куда вот сечен может пройтись прогуляться по вечерней москве москве как-то все представлено не унесла наверное может если как себя заяц самую закамуфлирует под под женское платье ну да мвд задержала бывшего финансового директора банка траст ну тут продолжается вот эта тема со всякими директорами тем же простая сначала отобрать банка все а потом положить на них ответственность конечно естественно это стандартный такой номер ввп россии в мае упал почти на пять процентов я думал что упал и больше потому что а ведь мы его считаем в рублях я так ну не знаю здесь вроде как был в доллар считают но на самом деле я уверен что это не так что где-то они передергивают наверняка считают у рубля даже если в долларах то это вообще конечно много не знаю это они сравнивают с прошлым годом мне кажется динамика гораздо выше минфин предлагает поднять акцизы на алкоголь и даже от извини просто сравни нефть упала в два раза в том ввп нефть только с газом около 50 пар процентов но чуть-чуть поменьше там как они пишут но даже если просто ополовинить то уже получается больше двадцати процентов значит это рост как где-то в другом месте я я сомневаюсь мы его не видим нигде вот минфин предлагает поднять акцизы на алкоголь и сигареты так ну алкоголь и сигарет это вечная такая тема спасения в случае краха финансового да вот сейчас они хотят что-то до 549 за литр к восемнадцатому году поднять на алкоголь крепостью более девяти процентов ну то есть такие совсем ребята очумели будут спасаться таким образом как они думают я думаю что у них ничего не получится и вот кабинет министров также допускает повышение пенсионного возраста для женщин сразу на 8 лет ну вот со всех мест уже да да они так и пытаются то есть 63 года и для мужчины для женщины все нормально все все строятся и будут работать в старости да и они думают что таким образом они смогут что-то там свои вот эти дыры залатать которые возникли из-за того что они все украли тупо вот из-за того что они все украли ватники будут работать слышать вот передать все ватникам что они будут работать до упора до 90 лет пока не упадут у станка потому что вадим я так и скажу да упадем потому что показывали включил я телек и там показывали каких-то у которых брали интервью чтобы они готовы еще ужаться и еще пояса подтянуть ради бога россии появились монеты достоинством в 3 рубля да тут даже вот это к саммиту брикс и шосс который будет значит в уфе в июле в уфе будет такой саммиты будут значит вот эти монетки раздавать с 3 рублевый помнишь как в квене в 90-е годы был про трех про трех рублевых депутатов помнишь там депутатиков выбирали по 3 рубля для такие маленькие те по 5 рублей на это пародия на на карта его собственно с его вот про ракову да вот такие дела так что кто же кто-то прикололся что 3 рубля 3 грошовые 3 рублевый 3 5 3 50 от несколько уже новый так сказать вариант прикола госдед наш любимый подготовил традиционный доклад о соблюдении прав человека в разных странах за 14 год много критики в наш адрес ну естественно так после монет да да я вижу тут просто два был доклада один подготовлен госдепом по поводу соблюдение прав человека во всем мире а другой тут же зеркальный подготовки китайцами по поводу несоблюдения прав человека в сша два таких варианта причем значит в чем проблема но у госдеп стандартный доклад то есть и стандартные нарушения ну кроме всего прочего украину там и так далее и усиление борьбы с инакомыслием в россии ну это старый вариант а вот китайцев новый вариант у них говорят что сша много стреляют хотя в китае режут там не стреляют приходит детский сад и зарезает а здесь вот наличие оружия у людей в китайском варианте это нарушение прав человека всех остальных такой вот свой подход ну пояну них такую конструкционским да да и значит у полиции полиция сильно там негров лупит вот тоже нарушение прав человека они в этом усмотрели в китае то меньше на негров бьют вот шандерович высказалась по поводу возможно восстановление памятника дзержинскому он сказал что представьте что в германии возвращает памятник гиммлеру вот сравнить все-таки памятник гиммлеру с дзержинском я бы не стал сравнивать особенно в шандерович его в общем то он же наверное понимает какая разница между дзержинским и гиммлером да но по крайней мере с точки зрения национальности он же понимает что дзержинский это не гиммлер я имею ввиду его национальность шандеровича поэтому как-то странно от меня очень сильно удивило вообще вокруг этого дзержинского какие-то гонки я говорю очень страшно потому что он один из всех нквд по сути дела не еврей ну да из будущего ты посмотри там же все я чуть никого вот ежов он кто по моему ну как съезжал непонятно все остальное по моему все понятно ну и вплоть до грузинских может быть из-за этого они вот так не любят может потому что понятно что евреи пострадали при нквд очень сильно именно от нквд да у нее джорни не одерживая женского это но вон вроде как все это придумал эту цепочку но почему-то вот они против этих кто там был были у них и года там не было до речи да вот самый главный там я думаю что там расстреляли их и как-то перенес синон дзержинского потому что и году нельзя вроде трогать на так протеерей чаплин назвал аборты проклятием россии да тут он рассказал что вот советская россия ввела аборты в двадцатые годы и вот теперь тут все прям плохо хотя надо напомнить ему что советская россия запрещал пристали не аборты результат мы знаем результат очень плачевный гораздо худший то есть даже с точки зрения статистики вот я не понимаю меня спросили люди православные это что может сделать православная церковь я буду элементарно при каждом абортаре хотя бы держать папа психолога уже у стольких отговорит а если еще тем кто отказался от аборта через вот этого папа будут помощь финансовую оказывает дает вообще таких миллионы будет но церковь не хочет никому помощи оказывать вот парадокс православной церкви она хочет как пылесос собирать бабки не хочет ни с кем делиться почему потому что она делится божьим словом зачем же еще бабки делиться лишнее помнишь как тот еврейский анекдот когда где-то а почему же у господь ведь не створил чудо да то есть а почему господь просто не дал ему денег а сотворил чудо когда раввинга отвечать без зачем господу рисковать своими деньгами когда он может творить чудеса да вот одна из причин наводнение в сочи вот называют плохую работу ливни к ливневой канализации делали рутенберге там эту ливневую как ливневую канализацию интересные ребята они все умеют учились на заочно в этом физкультурном институте но умеет все масты и через керченский пролив какие-то там эти ливневые канализации чё хочешь могут делать молодцы браво вот пишут черп от наводнений до 300 миллионов рублей может сосать я думаю нарисует гораздо больше чем 300 миллионов сюжет а вот пешков говорит что ликвидации последствия наводнения в сочи завершится вечером сегодня ну нет он не сказал каким сказано вечером значит вечером 6 часов вечера после войны и до этого после завершения ликвидации последствий а вот очевидцы заявляет что как раз ликвидации последствий идет медленно и бессистемно ну до вечера успеют так что это думают медленно до медленно успеют воронеж заливает сильным дождем с грозой градом и воронеж и челябинск и сейчас вот еще сообщают что на столицу идет циклон зам смертных каких-то казней или как они ну да вот священник говорит о наводнениях в россии из санкт-петербурга что не надо вот за всеми этими пожарами там наводнениями и так далее видеть какой-то перст божий от природы просто так развлекается и все а так все очень хорошо по сути они правы не нельзя вы в этом видеть перст божий вас и ве суеверие то есть так компания саратов gg строй строящую новую набережную в саратове признали банкротом да представляет прелесть они взяли 117 до то что взялись они взяли 117 миллионов авансы и все и о по ручке вот они бы банкроты а то что до этого построили все развалилась сейчас а сейчас саратов еще и воды нет кругом отключили воду и 2 городская больница осталась без воды вообще я недавно проезжал мимо 2 городской больницы обратил внимание вообще на чудовищную вещь всегда был вход сбоку отсюда вот с провинской и там до травмпункта было ну два здания пройти не знаю сколько метров 100 наверно то есть люди со сломанными ногами к корячились подъехать к травмпункту нельзя то есть можно было проползти сейчас эту дверь закрыли и открыли только с 53 стрелковой дивизии а там наверно теперь до травмпункта ну метров 400 наверно то есть и причем здесь можно было подъехать на машине то вдоль забора а там все там везде все перекрыто там выходи из машины теперь пошел до травмпункт в этом травмпункте товарищу мой умер потому что ему засандалили сюда нож вот щитовидную железу он пришел и два часа ждал пока ему окажут помощью задохнулся кровью так что замечательные там ребята в москве вот предотвратили сходку воров в законе да ты представляешь вот странная ситуация я прочитал про то что предотвратили сходку и вдруг вспомнил что что-то я даже недавно читал про сходку оказывается что пару дней назад прошла сходка воров законе в чечне значит это в гудермесском районе чечни около села джалка там есть авторитет местный как по кличке азиз который отбывал наказание в киргизии там были представлены документы что он смертельно болен его отпустили потом суд верховный этап обжаловали верховный суд он отменил но он уже свалил сюда в чечню отправили запрос чтобы его сюда нас туда вернули но тут заявили что он осужден на три года так как у него обнаружили огнестрельное оружие он не может уехать в киргизию отбывать потому что отбывает чечне вот он таким образом чечне отбывает собирать сходки но ты обрати внимание в москве сходку разогнали у одного там из воров законе от отобрали 3 грамма героина ну как обычно да то есть носовали похоже а здесь все нормально все прошло под крылом определенного чеченского товарища все прошло ровно и какие-то вопросы решали в общем-то понятно можно можно спрогнозировать двух боевиков уничтожили в грозном да но опять видишь какие-то боевики у которых изъяли бомбу они там вот что-то пытались какой-то теракт я там там расходят они расстреливают к ухо ну да а потом говорят что это вот какие-то не даже уже не готовится просто пишет ну вот очередной раз там иди того-то убей подстреливаем всех они чет не заплатили да ну конечно там в разборке именно такого таким образом происходит и боевики северного кавказа посягнули на верность исламского государству при этом к а какие бы ну которые там находятся в кабардин-балкарии ингушетии в дагестане в чечене и в общем-то заявляют они что их всего всего 15 тысяч я думаю что их гораздо больше они просто не знают сколько и они просто об этом не знают кадыров заявил об отсутствии шансов у и гил в чечне интерфакс это сообщил и повесил вот такую фотографию вот такая фотография и пишет интерфакс что у чеченских боевиков и и гилл нет никаких шансов да вы посмотрите ли это и есть и гилл это и есть и гилл какие шансы о чем вообще речь но может он имел ввиду нет шансов не победить и срочно не массовый расстрел произошел на пляже пятизвездочного отеля в городе сус в тунисе да тут причем россиянин петр червонец хорош фамилия цыган что ли вот он зерва нет а может червонец да может быть ну краснов по нашему ну да червонец а я как-то из червонец то точно цыган потому что когда паспорта выдавали они все у этого у ромы 12 было по оба по национальности бессарабы в паспорте один брателло луевич был а другой червонец николаевич я на всю жизнь это запомнил так вот вот этот вот достаточно смелый человек я так понимаю он был вблизи когда происходил расстрел он сообщает что прибыли на пляж на резиновые лодки какие-то два 15 летних подростка и там всех перестреляли из ливии причем да ну вот не знает что из ливии потом чем-то выяснилось да в тунис то есть там а ты там наш наш всегда полно там да и тут пишут под это я то что говорит посол сергей филиппов пресс-атташе вернее посольство россии в тунис сергей филиппов это уж не первый раз помнишь тогда тоже там расстрел был то же самое и вот он говорит я цитирую чтобы не придрались по данным туроператоров в отелях города суса расположенных поблизости от места совершения теракта отдыхают от 20 до 30 граждан россии ты можете представить этот посольство чем они там заниматься мне кто-нибудь может объяснить от 20 до 30 граждан это как сколько вешать в грамму да сколько вешать гражданах ну ты ну то во всем этом тунисе хорошо есть тысяч человек из россии отдыхают чё на них должны пофамильно знать и по годам рождения почему они не знают то я вот этого не понимать чем они там еще занимаются чем можно еще заниматься в тунис тогда шпионить нельзя потому что ни за кем там шпионить жизнь какая-то вообще просто число жертв терактов шиитской мечети они ну тут вот еще про это так и непонятно там есть русский или нет то есть сказано что 30 человек убита 20 ранено и что минздрав туниса заявил стоит граждане великобритании германии бельгии есть русский нет так никто и не сказал да там шиитской мечети то что да подзорвали в кувейте 22 а 24 человека взорвали ну мы видим что сейчас месяц рамадан и исламисты лишь двинулись начали взрывать стрелять вот тунис теперь шиитская мечеть во франции напали на завод одного человека обезглавили голову там на забор повесили пытались взорвать кислород но какой-то пожарный там обезвредил этого кренделя значит которая арабскими буквами там на мертвом теле чет написал и вот задержан еще какой-то подельник его с его женой общем там разборки ведутся сомали исламисты террористической группировки аш-шабаб атаковали базу контингента африканского союза ну мы видим да что игил тоже вчера по всем фронтам начал наступление но это будет продолжаться нами в течение всего месяца рамадан по крайней мере по всем фронтам в том числе и в африке и в европе это согласованное действие это было легко в общем-то предсказать из исходя из логики исламистов да то есть месяца рамадан над врагами значит будут продолжать все эти вещи вот подорвали здание управления безопасности в сирии тоже там непонятно кто кто подорвал ну и естественно что это исламисты я так понимаю что какие-то смертники со взрывчаткой на грузовике там очень все как положено а вот в кабани по разным данным убит по меньшей мере 146 мирных жителей то есть кабани захватили теперь их контрат ковали они отошли потом они снова атакуют очень непонятно сейчас за кабани в общем-то идет бой я так понимаю даже в настоящий момент пока мы здесь говорим то есть они вчера я расстреляли там больше 20 мирных жителей в основном детей женщин сейчас вот уже цифра на сегодняшний день 146 и дэвид кэмерон созывает экстренное заседание по чрезвычайным ситуациям после терактов о франции и тунисе вообще у нас никто не собирает после мнения а тут это никого не волнует вообще вот пофигу они там за морем сидят и уже собирают совещание ну да ну британцев от касается в первую голову они всегда когда что происходит за морями они на это более более чутко чем все остальные реагируют потому что но нужно помнить это исторически британская империя она была разбросана на вашем военном смотрят а вот британия за терроризировали банды румын я посмотрел этот сюжет я просто чуть не обалдет ну да вот на ходу то перелазивают с капота открывают то есть как как эти терминаторы какие-то роботы до доходу сюжет для фильма да и причем там много их я понимаю что там круиз-контроль до стоит но я не как бы на это рассчитывает наш понимаешь он уже гашетка может придавить любой момент чуть-чуть и они все в лепешку вот все да там просто там же он же немедленно едет да вот мне пишет какой-то я прям хочу какой-то алик какой-то алик джимина и мальцев ты давно пизделей получал алик джимина это конкретно про тебя могу сказать я хочу говорить я хочу очень хочу но это же ну биво это тролль этот рулеван такой когда такой дрочер такой мелкий слышь вот алик джимина я сейчас попрошу людей чтоб тебя установили сто процентов именно тебя именно тебя установили и насчет пиздюлей ты получишь ответ прямо от наших людей я твой адрес телефон все установлены данные вот так скажу у нас каждом городе бойцовский клуб очень серьезный я думаю что тебе лучше будет убежать из своего родного города понял вот специально вот я установлю кто ты и откуда по твоему компьютеру ватикан подписал первое согласие с палестинской автономии соглашение да ну ватикан признал уже давно в общем-то ватик палестину и соглашение конечно оно связано с защитой католиков на территории палестинского государства в общем ватикан действует достаточно с упреждением если так можно сказать в настоящий момент вот видишь по франциск допустил разводы опять и такая свежая информация католики никогда не разводились если ты помнишь даже приколки в 70-е годы был где-то там на таймс телевизион лишь там забыл я такая программа там папа по поводу католиков и протестантов там католиков очень много детей он там своих детей потому что они не пользуются презервативами у них нет разводов там еще что-то у них нет поэтому своих детей они в поликлинику для опытов там отправляют они строим идут потому что вокруг этого шуточки были как раз ну что можно сказать мы говорили о том что католическая церковь будет при папе франциске реформироваться совершенно сейчас четко это видно кроме всего прочего сейчас вот католики провели с буддистами определенные переговоры и я думаю что в ближайшее время нужно ждать какие-то акции стороны китая акции неудовольствия потому что католики буддистам протянули руку помощи в отличие от православных и российского государства которые используют буддистов да но далай-ламу даже на порог не пускают если бы его кирсан и люмджинов не привез бы в свое время один раз и то там с нарушением всех возможных законодательств он никогда в жизни в россию не заехал в этом году впервые за 8 лет болгарской православной али джимина я не угрожал просто спросил ну ладно хорошо вопрос снимается я вас принял это как угроза имеется ввиду я человек очень мстительный поэтому я воспринимаю что-то как угрозу я начинаю действует превентивно всегда я никогда не жду когда меня грек я бью первым поэтому не провоцируйте меня христа ради вы даже не не представляете с чем вы можете столкнуться не надо провоцировать умоляю но данные мы все равно установим нет нет а как я не не шучу ну вот он сейчас написал ломанулся да я не знаю что он там планировал делать да а теперь понял что лишь лишь ку сказал и сказал ты мы сразу поверил да нифига да нифига он те угрожал что нет что и все вот это все да вот это вот так ладно то есть можно просто извиниться да ну иногда да иногда можно просто извиниться зашибись ну ладно успокойся спасибо так че у нас дальше православная церковь отказалась судить гей парад в софии видишь это предсказуемо конечно не они мне судить православных иерархов болгарской церкви ну наверно не зря это отказались сделать потому что надо помнить про содом и гамору всегда не надо никого там я имею ввиду там прижимать никому что-то там запрещать давить гнобить но православная церковь должна выражать по крайней мере свое неудовольствие и объяснять верующим что как бы это это не наш метод до шурика ты не наш метод китай опубликовал ответный да ну это с ну да 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 это к той новости от нас вот верховный суд сша легализовал однополые браки ну мы ожидали что это будет и вот самое интересное интересную что в сша началось строительство нового ковчега одновременно представляешь однополые браки сам разрешили все и бросились в ковчег строить хорошее совпадение в кентукки будет сооружено 155 метровая значит ну как у ковчег 155 метровый ковчег будет сооружен как в общем-то описан в библии со всеми там прибамбасами хорошо интересная я с удовольствием залез посмотрел этот город переименовали в испании назывался неприлично в тубе евреев назывался города теперь вот тем такая переименование всех таких страшных мест хотя с точки зрения вот воспоминания так сказать исторической памяти но это нормально а то получается как в этом помнишь уже мы это видели в южном парке когда они флаг меняли где там темнокожего вешают до вешал вешал темнокожего то тут та же самая ситуация вот власти марок планируют восстановить древний еврейский квартал марракеша там тоже это все было уничтожено но с точки зрения туризма или с какой-то другой вот нужно синдром горца вот пишут какая-то болезнь что да вот этот мужчина на самом деле в 26 лет корееца как десятилетний мальчик и все у него как у десятилетнего мальчика вот такая странная вещь люди врачи очень сильно удивляются особенно удивляются когда он в ночных клубах там бухайте и с паспортом ходит уже уже паспортом замечательно все да это удивительная история как его бенджамина там помним а когда в обратную сторону то он рос более 25 тысяч ядовитых тарантулов развелись в австралийском местечке маннингрида фотографии у нас нет фотографии там огромные такие с руку развелись тарантулы лазит кругом народ боится представляешь когда у арахнофобия у человека нам сейчас видишь то они везде у нас я помню в саратове в семьдесят третьем году мыши развелись безумное количество мышей причем стать геморрагической лихорадки не было тогда так вот одежду какую-то одеваешь они из карманов прыгивают у меня дед ловил их бочкой там бочка металлическая в ней дырка сверху и зерно с водичкой и вот они набивались пока не начинали выпрыгнуть назад тогда их туда заливали топили выкидывали и снова представляешь ловили безумное количество божьей коровки помню до божьей коровки в каком 76 дали каком 7 их даже пару лет было но один был прям вообще все усеяло дал было ощущение что боже рассказывали что божьей коровки сбрасываются с самолета помнишь потому что там летали чуть пытались опылять или че уж делали на 2 и вот они про кучами как из мешка я помню футбол играми на стадионе динамо не как из мешка да бывает такое в жизни вот видишь это ядовитые тарантулы лучшим с божьей коровки чем ядовитые тарантулы на аукционе в нюрнберге была продана за 130 тысяч евро картина бюро записи актов гражданского состояния в мюнхене который написал адольф гитлер в четырнадцатом году в общем-то вокруг этого до час столько криков что вот картина гитлера породали хочу с ней интересно было делать спрятать уничтожить вообще наследие гитлера необходимо изучать почему потому что мало таких людей было таких с таким уродливым характером чтобы понимать как как с этим бороться это надо изучать это все равно чтобы где-то случилась какая-то болезнь страшная надо все закопать спрятать и ни о чем не знать да да нет нужно понять почему вот у меня версия всегда была что гитлер свихнулся после того как двойную смесь на нем применили все знают что получил отравление при этом но мало кто знает что тогда не применялся чистый при а были двойные смеси это тот кто изучал историю химического оружия это знать то есть гитлер получил не чистые при то с чем-то еще и вот это чё-то еще подвинул у него мозг я думаю что это чё-то еще цианид который вот у нас тут производят поэтому это же интересно изучать и нужно нужно понимание почему почему все это произошло картины они наиболее его представляют но почему-то эту закрытая такая тему все спрятать нельзя неизвестный ранее картина клода моне найдена великобритании ага ну естественно вы поверили ну да там был дамочка купил две картина сзади еще одна приклеена оказалась и почему-то как раз именно моне вот почему-то вот вот как раз популярные да не пупкину никому пупкина да и на на васькина поменяли да вот именно моне как-то ему повезло да вот в этой самой да ладно вот и знаешь вот когда я прочитал про картину гитлера и про моне вот меня абсолютно интересует чем в голове маны происходил я понимаю что там кельдин еще может похлеще чем у гитлера но маны не уничтожил столько народов и поэтому конечно вот связь такая то есть картин моне может быть сколько угодно настоящих фальшивых тогда вот картин гитлера надо изучать настоящие неподдельные потому что это настоящие его мысли настоящее видение мира миланский собор получил повреждения от столкновения с беспилотником да сейчас вот не знаю что там с ними делать это уже вчера было да с теми которые сейчас будет очень много это много будет причем сейчас будут придумывать какие-то сверх энергии что-то такое что вообще в рамке никаких кодексов то не укладывается да там он что-то здесь повернул а там чет сломалась и упала и причинно-следственную связь трудно так сказать установить потому что может он и сам не знает причинно-следственной связи например тесла да когда вот многие считают ну такая гипотеза есть что он там свой генератор включил а там штука фиганула такая которую потом назвали тунгусский метеорит что этот взрыв от результат теслы так это или не так я не знаю но это представим что это так и представим что это взорвалось не на реке под каменной тунгуска да а в париже до шарах все снесло какие претензии к ты не ну понятно что можно было высказать как слышно ты не прав так нельзя да ну вот сейчас мир подходит к тому что одиночки придумывают совершенно невероятные вещи совершенно невероятные как это будет дальше развивать не пущать их невозможно то есть сказать что вот теперь все должны построиться там и такого не должно быть как там эрик ферми да по под трибуны стадиона реактор делать не маги он же делал не потому что он узнал что он опасен потому что он думал что он не опасен поэтому и делал под трибуны стадион сейчас люди что-то изобретают они думают что может быть они там изобретают велосипед а изобретут они совсем другое поэтому конечно вот сам мониторинг анализ необходимо организовывать через поощрение чтобы понимать чем люди занимаются их надо каким-то образом поощрять финансово значит вот те которые изобретают потому что они если в свободном полете они могут я говорю изобрести что-то опять тунгусский метеорит в турции юбилей праздную турецким сухопутным войскам исполняется 2224 года чуть за цифра такая ну помнишь мы про модель недавно говорили он у них метехан у турков они же себя считают потомками хуру да вот он как раз 2024 года назад сухопутные войска создал ну вот вот так ну пусть у нас другое видение истории хорошая цифра хорошая цифра да можем поздравить их с 2223 летим до но ария итальянская армия может там праздновать я не знаю там трехтысячный год так уже наверное начинать на китайцы вообще сидят с индусами молчат да они просто молчат согласен да так что у нас вопрос я киевлянин искренне верю что кошмар кончится и мы не растеряем кровные узлы боюсь что разбор на года десятки лет а вы думаете что на эту тему ярослав я тоже так же думаю что да вот сейчас мы возьмем даже власть в любом случае если раньше мы говорили о том что ну вот там можно создать какую-то конфедерацию со столицей в киеве и так далее то сейчас наверно этот вопрос рано поднимать и этот вопрос может через лет 30 возникнет а может и не возникнет потому что мы много поняли как вот в южном парке говорят то есть мы поняли за этот год чуть больше что украинцев очень четкая самоидентификация что мы вот особенно здесь в россии очень иллюзорно представляли себе украинский народ и очень неправильно то есть нам казалось что мы вот все знаем за всех и мне в том числе это казалось сейчас я понимаю что нет я заблуждался я вижу украинский народ течение года показал что он в общем-то абсолютно самостоятельно что это не младший никакой брат и и все нормально что это скорее старший брат да что у нее в голове гораздо больше чем у русского народа вот такое открытие для многих ну что ж ну мы для того наверное многие же говорят умные люди что мы для того наши души сюда и являются чтобы получить опыт для меня может быть это страшный опыт но он бесценный но будем в любом случае вот отвечаю ярослав уж любом случае будем двигаться навстречу дайте убрать помогите убрать поганую власть и все и и обе руки протянем и его к вам и так скажем все вот эти проблемы которые сейчас есть их не будет мы их устраним я понимаю что как в том анекдоте осадочек останется ну что делать значит будем с этим жить мальчик путин каким-нибудь способом пытается заставить вас молчать не знаю не знаю может быть там какие-то колдуны в шапках ходят чего-нибудь на так я так понимаю что другого способа нет колдуны только шапках мог муж его тоже не заставляем пока молчать у нас все имеет право говорить головные ноги не протянуть да я вот когда говорил про руки я тоже подумал про ноги вот как параллельно мы мыслим так и слаб как вы относитесь к легализации марихуана ответьте пожалуйста да вы знаете я не считаю что это какая-то очень серьезная такая проблема и марихуана для россии вообще не типичная будет она легально не будет она легально как вот ты думаешь если легализовать марихуан много людей и будет курить я уверен что нет сколько курили 100 шаг да сколько курили только они курили нелегально это будет легально курить да и пусть курит хоспит топ а героином так вообще наоборот всего легализовать меньше конечно героин если легализовать и будет тому какая-то ши реально в каждом городе то все сразу же отпадают все те как кто туда попадать для того чтобы с них деньги тянуть все они уже не нужны то есть наркоману главное залипать они там в товарищах у него нет нужды никакой дал пошел в шагу ли ему хорошо ну да на распространять пока требует денег да сколько наркотики не стоит ничего в производстве да то ну конечно там потому что в наркотиках самый главный это пирамида вот от маркетинговая вот это вот основное млм структуры да да многоуровне маркетинга вспомнил как это называется вячеслав расскажите подробно про ту ситуацию когда вы подстрелили кавказцы душ миллион раз рассказывать и кавказцы я ни одного подстрелил так что я не знаю что вы имеете ввиду да наверное у макдональдса да но пришел какой-то пьяный счет начал там высказывать непонятно ругаться матом там жена моя была и сын мой был я решил что ну и там вижу толпа народу такие же каренделей ты его отвел у меня стукнул я понял что надо это пресечь на месте чтобы не произошло никакой беды попу ему выстрелил бы все стреляю я хорошо поэтому обратите внимание в общем повредил не сильно мог бы гораздо сильнее повредить руками не я стрелю стрелил попу то есть таким образом чтобы не попасть не по внутренней части бедра чтобы сосуды крупные не поранить так вскользь так что были другие подстреленные кавказцы 1 кавказ мальчик спелившись на среду мне не принципиально хотя хотя если быть точным то впервые в драке в такой в драку я попал как тебе рассказывал 15 лет ну правда вниз не подстрелила пришлось защищать своего отца и сделал я это при помощи вилки и вот после этого мой родитель который царь биста был очень сильным человеком он когда отвел меня он сказал знаешь что я чик так называл можно тебя попросить никогда больше за меня не заступаться пока я сам у тебя эту не попрошу я дал ему слову что больше никогда в жизни я не буду так делать в общем держал его так что я думаю у каждого были в жизни какие-то моменты такие о которых он вспоминает с двойственным чувство вот кстати а по 3 под стрелушках эту кавказу кавказ у меня одно только чувство я абсолютно чувствую себя право считать что все получилось очень хорошо я считаю что слава богу что я не нанес ему никаких особых повреждений да потому что рука бы дрогнул попал вот в артерию все привет семье человек на том свете я этого не хотел делать и не сделал в общем то очень доволен ну и там не произошло хоть массовой драки не пострадала моя семья так что у меня все устраивает почему затишье про савченко меня тоже очень интересует дело в чем дело в том что мы говорили с эдиком они не знают что делать вот они продлили до осени я уверен вот сейчас спросите адвокатов они скажут что ее даже не дергать не вызывать хочу там вызывать но допросили они сколько сто девять тысяч свидетелей да или сколько там сто девяносто уж не по ну как на нюрнбергском процессе ну допросили ну а дальше что-то над делать еще но сейчас вот какие-то экспертизы они сделали все уже все экспертизы закончились дальше что делать экспертиз закончили 109 тысяч 190 допросили у савченко чуть-чуть хотели спросили чё она хотела ответил чего не хотел не ответить дальше делать вот сейчас они сидят и грепу ломают думать чушь чушь белл сажать они и точно не хотят потому что на как и в суд и и тащить вот предметы не с чем да не с чем абсолютно то есть по существу рассматривать невозможно там ничего нет а команда там никакой нет отпускать или там не отпускать и так далее они живет что и дело политическое поэтому каждый сидит часы и репчешь а кто-то еще и хотят свои кресла усидеть смотрю вас германии есть проблемы с просмотром арт подготовки в германии упа куда убежала ага нужно установить расширение бров всех и ставить страну и с иван харьков слава украинцам и русским согласен иван молодец вопрос какие события могут подтолкнуть вас действовать раньше семнадцатого года только если сдохнет путин что будете делать и в ближайшие два года президентом станет володин или плевать кто главный с володином сложнее сражаться он во первых не накосячил столько сколько путин его никто не знает абсолютно конечно очень сложный вопрос мы каждый день об этом думаю вот возника задали тот самый вопрос когда мы каждый два завтра путин там самолете крыло отвалился и все володин в такой ситуации не сможет стать здесь мы тогда успеем перехватить а вот если володин стал премьер-министром тогда уже все тогда привет семье тут нужны какие-то другие меры но будем продумывать вроде бы так скажем время работает на нас сейчас мы видим это очень активно это время работает на вас мы видим как власть имущие ненавидимы народом и независимо путин там не путин вообще вся эта кодла поэтому возьму возможно как бы удастся вот этот вопрос плавно обойти хотя мы конечно будем готовить запасной вариант вопрос пригласите навального через представители в саратове да можем пригласить не проблема мы хотим действовать пишет действуйте и вообще не проблема прямое действие она никогда не отменяется никакое 5 ноября семнадцатого года нет не отменяет прямое действие как у французов аксион директ да прямое действие ради бога действуйте и мы говорим что вот те структуры которые создаются сейчас пятому ноября семнадцатого года они должны не должны взаимодействовать между собой они должны быть автономными для того чтобы они были неуязвимы если такая автономная единица вдруг действует ну что ж бог в помощь как говорится адвокат говорит что дел хотят перевести в ростовскую область это естественно потому что мы говорили о том что созданы два специальные на суда московской области в ростовской области которые по кавказу и в ростовской области такой у нас конституция запрещает прямо чрезвычайные суды создано фактически два чрезвычайных суд те которые запрещены конституции вот представьте парадоксальная ситуация савченко в нарушении всех законов и конституции приперли сюда в россию и будут судить судом который впрямую запрещен конституции чё происходит вообще вот даже безотносительно вот просто к любому ватнику вопрос это как можно почему все делается вот так как как стране через жопе я тоже никому спиндос хотят на захватить наш пиндос хотят захватить я я хочу задать вопрос всем ватникам почему путин делает все в нарушении собственных законов все в нарушении конституции он мог бы делать то же самое ничего не нарушая вот я как юрист утверждаю что можно делать то же самое ничего не нарушая но он делает специально с нарушением зачем такое ощущение что вот так и ждет был была бы нормальной думы я понимаю что они нормально все он бы получил импичмент уже давно бы он уже работал на 100 импичментов зачем он это делать это же копится все так ну все как вы относитесь к воинской обязанности нормально отношусь к воинской обязанности я считаю что мы говорили про армию я считаю что в армии нормальный человек должен служить всю жизнь да ну как в швейцарии в израиле то есть некоторое время пройти курс молодого оба бойца сформировал вновь сформированные подразделения остается навсегда ну как вот там в израиле да то есть он призывается на какие-то сборы вечный там раз в год или раз два года и все остальные его братки с кем он там проходил этот курс служил призываются они приезжают туда со своим собственным оружием который у него дома он пулеметчик ну пусть у него пулемет дома стоит и три банки с патронами там стоят и все как положено все то есть чтобы ну во первых вот это войсковая дружба вот эта связь была вечной а во вторых чтоб человек не терял форму обязательно мне кажется необходим так то армия который существует сейчас конечно она ужасно то есть это и и и и призыв не призыв да и контракт не контракт ну жесть какая должна быть регулярная армия небольшая безусловно состоящая из специалистов там офицеров и так далее и большая армия в виде резервистов тоже постоянно обучаемая постоянно получаем получающие новые знания ну даже если она не пригодится для войны это то что объединяет людей это то что дает возможность поддерживать их в хорошей физической форме быть нормально правильно так что хорошо для швейцарии не подходит для россии масштабы другие а какие масштабы для резервистов в чем масштаб вот он пошел до ближайшего военкомата дошел ему там в субботу определили где-то вот над пойти там пострелять выкатили в эту кухню полевую с кашей каш поели постреляли там побегали все прекрасно отдохнули прекрасно время провели научились друг друга увидели все мне кажется это отличный стрелковый клуб отличное времяпрепровождение с пользой то что сейчас пытаются сделать в польше вот там сто одну тысячу уже понабрали людей которые этого хотят и здесь тоже нужно действовать по принципу что эти резервисты те кто высказали желание свое участвовать ну не хочет он зачем нам в армию тащить ну и может он пацифист там какие то не другие взгляды на жизнь буддист он может быть но не надо его тащить он там не нужен так Вячеслав Попович смешных новостей читали твиттер не не читал я сегодня вообще твиттер не читал не не дошел до него спасибо спасибо до свидания спасибо